12 домов. Именно столько сегодня в Улан-Удэ долгостроев. И каждый из них со своей проблемной историей. Но если на Барсоево дом не так давно сдали, то еще 11 остались за бортом. 11 проблемных объектов. По этим объектам заключено 1612 договоров, в том числе 1470 с физическим лицом. На сумму почти 2,5 миллиарда рублей, из которых фактически включено 1,8 миллиарда рублей. В сегодняшний день у нас разработаны, утверждены дорожные карты по шести объектам. По остальным застройщики дорожные карты еще не разработаны. Планировали ввести в эксплуатацию и строение на Крылова-2, но дело зашло в тупик. Пайщики этого дома продали 620 квадратных метров подвального помещения под Нежилое. Мы сделали как лучше, мы попытались, чтобы не за счет средств пайщиков, а получается мы сейчас опять встали в тупик. И вот сейчас в эксплуатации получается, что нам опять надо 270 тысяч рублей. Мы опять в тупике. Теперь спасти недострой может лишь одна официальная бумага. Экологическая экспертиза или лишение отсутствия необходимости экологической экспертизы. Как только вы эту бумагу получаете, вы вносите изменения разрешения на строительство, получаем ЗОС на объект, задаем разрешение на работу. Вы получаете разрешение на работу объекта, вопрос в шок. Алексей Цыденов дал поручение всем ведомствам помочь разобраться жильцам в этом вопросе как можно быстрее и не мучить горожан. Если квадратный метр в принципе остались те же, название изменилось, название было 620-х подвалов. Вы принесете проектную документацию, посмотрим, какие изменения у вас произошли. Также по поручению главы в следующем году в этом долгостроена Крылова-2 должна появиться детская площадка. Игтин Елистратова, Бато Гармын, Новости дня. Продолжение следует...